И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Данное мое видео будет посвящено одному единственному так называемому видео шедевру, который был загружен не столь давно на канале нашего оппонента в кавычках, Антитопора. Когда я прослушал данный видеоролик, который я собираюсь запустить и перед вашими глазами, чтобы вы могли его просмотреть, меня удивило, выходит со слов данного нашего оппонента в кавычках, на нас, на азербайджанцев, тире на Турцию работы посольства Армении в Ливане, которое все-таки показывает, что ситуация в Ливане сейчас достаточно критическая. Также он выставил практически как работников азербайджанских спецслужб такую организацию, как Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив, которые тоже сказали, что эта угроза имеет место быть в Ливане, что как бы армянам не пришлось действительно массово покидать Ливан. Также он выставил как практически соработников азербайджанских и турецких спецслужб такой информационный портал, который принадлежит Маргарите Симонян, как спутник. То есть выходит со слов антитопора Маргарита Симонян, выставив данное, ее статью, практически подписалась под тем, что является работником азербайджанских спецслужб. Браво! Я не буду описывать многочисленные другие информационные порталы из Армении, которые говорят именно о свершившейся угрозе касательно армянского радикализма в Ливане. В Ливане угроза не просто реальна. Ливанцам надоело армянский радикализм. Ливанцам надоело, что представителям армянского народа разрешается держать оружие и в момент праздника Пасхи на территории собственной церкви открывать огонь в воздух. Все это очень надоедает. Тем более государство, пускай хоть и толерантное, но мусульманское в большей степени. Я уж не говорю о том, что на части Ливана проживают туркоманы. Все это, конечно же, способствует тому, что все-таки негативизм у ливанцев начал проявляться. Надоело ли многочисленные заявления армянских радикалов против Турции, тюрок, тех же самых туркоманов, учитывая, что они тоже являются турками? Рано или поздно это должно было вылиться в то, что случилось. Но речь не об этом. Давайте вернемся к антитопору. Антитопор, как я сказал в данном своем видео, заявил о том, что все, кто заявляет о том, что в Ливане происходят некие действия ужасные, на самом деле, как я уже говорил, работают на руку азербайджанским и турецким спецслужбам. Не смешно ли? То есть он убирает, что ливанскому народу могло все это надоесть. Но при этом он все-таки признает, что на части территории Ливана проживают туркоманы, которым уж точно это могло надоесть. Не так ли? Хотя бы в этом он признался. Но давайте сейчас немножко послушаем этот ролик. В некоторых местах я буду комментировать. Недавно в Бейруте прошли события, о котором я написал и опубликовал в социальных сетях. Но так как в Ютьюбе у антитопора подписчиков больше, чем в ВКонтакте, сайте и на Фейсбуке, то, полагаю, нужно этот материал озвучить еще и здесь. А затем перейдем ко второй части о том, что происходит в Армении, кажущей со стороны спектаклем с названием «Как Воваевич поссорился с Каляевичем». На первый взгляд в России почему-то считают именно так. Ну, а скандали мы в конце досматривать не будем, потому что это их уже внутренние разборки. Меня же интересует его умозаключение в отношении событий в Ливане. Ну, как я уже говорил, давайте сначала о Бейруте, потом перейдем к Армении, потому что одно непосредственно связано с другим. И вы узнаете почему. Итак, зачитываем. В Османской империи людей неосманского происхождения, иностранцев, называли ябанджи. Некоторые из этих ябанджи оказывали услугу осман... Очень интересно. То есть ябанджи, антитопор обозначает тех личностей, которые занимали посты, допустим, пашей и министров. Это все ябанджи. Депутатами были. Я про это даже промолчу, сколько армян были депутатами во времена Османской империи. То есть это все ябанджи. Интересно. Давайте продолжим. ...распространяя, как бы сейчас сказали, фейковую информацию за рубежом, за определенную плату. А, это то же самое, как армянство, в общем-то, устраивает распространение дезинформации через, прежде всего, свои так называемые диаспоры, а также через купленных представителей других народов. условных талышей, условных азербайджанцев, условных лесгинов и так далее. Я уж не говорю про условных русских. Так что было у кого учиться. Это были уже ярдом джи, помощники. А у этих ярдом джи были уже свои помощники, которые листовками и газетами дальше распространяли фейковые новости, не подозревая, что это фейки. Это были я-я, обычные малообразованные люди, которые за копейки распространяли тезу, полученную от прасманских ярдом джи. Называли таких малообразованных людей или простолюдин я-я неспроста. Оно образовалось от первых двух я, я-бан джи и ярдом джи, и укоренилось в виде я-я, учитывая, что на турецком языке я-я означает пешком. Иначе говоря, мальчик на побегушках с фейковой новостью. Турки сохранили свою методику. Давайте остановимся уже вот на этом. То есть, он практически описывает систему, которую ее использует армянство. Я уже не раз, и это уже не секрет, как армянство подкупало в свое время действительно крайне недалеких политиков. В том числе Раису Горбачеву, которая старалась действительно отработать те бриллианты, которые ей были подарены. Правда, не получилось. До этого были другие представители российского народа, которые распространяли ересь о Великой Армении и так далее. Этот список можно было бы продолжать, а сейчас такими я-я являются Затулины, являются также, конечно же, Сатановские и прочие. Браво! Вот теперь давайте остановимся. То есть, о каких личностях он говорит, что у них уровень интеллекта выходит ниже, чем, конечно же, у антитопора? Кого же он обозначает под понятием я-я? Давайте еще раз повторим. Значит, он адресует понятие я-я-я к послу Армении в Ливане. Это я-я. Дальше. Он говорит о я-я-я, обращаясь, выходит к крупнейшему информационному армянскому порталу, как Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив, потому что они тоже признали, что ситуация в Ливане крайне негативная в сторону армянства. Он также выставляет, как недалеких, это я мягко выражаюсь, касательно такого портала, как Спутник, который принадлежит Маргарите Симоньян. Он и прочим многочисленным информационным порталом. Что же хочется сказать? Я думаю, что многие со мной согласятся, что практически антитопор отрыл топор войны. Он не зарыл его, он его отрыл. И объявил войну армянству. Когда некоторые все-таки старались представлять его маломальски умным, я всегда сомневался. И мои слова, как вы видите, некогда высказанные, сбылись. Может быть, это горе от ума, хотя я сомневаюсь, потому что здесь умом не пахнет, даже остатками. Я не знаю, что мне сказать, но я думаю, что в данном случае армянство само должно сказать об антитопоре то, что думает. Не так ли? Да, в дальнейшем я просто не могу включать всю эту ересь, хочу пожалеть своих слушателей, включая армянских слушателей, потому что я знаю, что они тоже смотрят мои видео. Когда он заговорил о том, что почему-то те, кто распространяет информацию о Ливане, перечисляя страны, куда ливанские армяне могут поехать, не произносят Армению. Я хочу осветить этот момент для нашего, так называемого, самого великого антитопора в мире, в кавычках. Сирийские армяне в самое ужасное время боевых действий в Сирии не поехали в Армению. Они поехали куда угодно, только не в Армению. Единицы, которые осели в Армении во время боевых действий. Так что же, неужели антитопор думал, что кто-нибудь из Ливана, где армянское лобби процветало на протяжении многих лет, кто-нибудь захочет ехать именно в Армению? Вот такой простой вопрос. Да поедут куда угодно. Поедут во Францию, в США и так далее. Кто захочет ехать в Армению? Простой вопрос. А теперь вопрос еще раз к армянству. Как теперь вы относитесь к антитопору, который выставляет вас, как я-я? Напишите в качестве комментариев. Будет интересно. Всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока. Всегда ваш Сиидов Камран. Все ссылки я оставлю под видео, чтобы все видели, кого антитопор выставляет, мягко говоря, недалекими. До свидания. Продолжение следует...